Одно из важнейших понятий математического анализа – производная. Но часто возникает вопрос, зачем эту тему изучать школьнику? Только ли потому, что задачи на производное встречаются в контрольных ДЕГ? Нет. Моданализ создан вовсе не для того, чтобы загрузить мозг ученикам множеством форм. Моданализ необходим для решения практических задач. Так, производные используют для нахождения минимумов и максимумов функций для применения в задачах на геометрическую оптимизацию. К примеру, если надо найти фигуру самой большой площади при данном периметре. Это пригодится, чтобы определить наиболее эффективный расход времени и материала на производстве. Производные часто встречаются в физике, нагляднее всего в определении векторного поля. Тут они нужны для предсказания путей движения тел под воздействием разных сил. Их используют в системах машинного обучения, чтобы компьютерная нейронная сеть училась классификационным задачам методом градиентного спуска. Наконец, что актуально сейчас в апреле 2020, производные помогают анализировать и прогнозировать статистику заболеваний COVID-19. Что же такое производные? Говоря просто, это скорость изменения функции по мере изменения ее аргумента. Например, если у вас есть функция, описывающая расстояние пройденной машины в какой-то момент времени, то производная этой функции будет описывать скорость этой машины в каждый момент. Представим, что мы измерили. Машина едет так. Вот по такому графику. В начале она имеет маленькую скорость, постепенно ускоряется, достигает своей максимальной скорости, к середине пути замедляется и делает остановку. Снова стартует, снова достигает максимальной скорости и в самом конце опять останавливается. Этот график функция. И если нарисовать график производной этой функции, то видно, что эта новая функция равна нулю в тех областях, где график плоский. И, напротив, ее значение высоко, когда наклон исходного графика высокий. Это дает возможность понять производную в геометрическом смысле. Возьмем какую-то функцию f и выберем какое-то число a, которое подставим в нее. Конкретное значение этого числа не принципиально. Выберем вот это. Теперь на расстоянии dA отметим вторую точку a плюс dA. Такая нотация часто используется в мотанализе. Ставя букву d перед переменной, мы обозначаем изменения от изначального значения. Проведем прямую, проваляющую через две точки на графике. Эта прямая имеет какой-то угол наклона горизонтальный. И мы можем построить прямоугольный треугольник, в котором будет этот угол. В этом треугольнике известно оба катета. Горизонтальный – это разность между двумя исходными числами dA. Вертикальный – разность между значениями функции в этих точках. f от a плюс dA минус f от a. А раз известны оба катета, то можно посчитать тангенс угла наклона. Этот тангенс зависит от выбора dA. Потому что в зависимости от того, где стоит вторая точка, наклон этой прямой может сильно отличаться. Но если двигать эту вторую точку ближе и ближе к первой, то прямая будет ближе и ближе к касательной графику в этой точке. А значение тангенса будет приближаться к какому-то конкретному значению. Это значение и есть производная функция f от x в точке a. И, конечно же, раз точку a мы выбирали произвольно, мы можем считать угол наклона для любой другой точки на графике. Эту идею – приближение второй точки к первой – можно понимать и алгебраически. Есть разные аннотации для производных, но лично мне больше всего нравится вот это – dF делить на dA. Потому что она хорошо показывает, как можно вычислять производные. Буква d обозначает изменение. Это от английского difference – разность. И dF – это изменение в значении функции, вызванное изменением ее аргумента. Иными словами, это разные значения f в a плюс dA и значения f просто в a. Можно даже это показать на примере. Пусть наша функция будет равна a³. Мы поставим a равную 3. А для dA выберем какое-то маленькое значение. К примеру, 0.1. По мере того, как мы уменьшаем эту dA, значение дроби становится все ближе и ближе к какому-то конкретному числю. В нашем случае 27. Эта дробь – почти что производная функция f. Настоящая производная – это то значение, к которому эта дробь стремится по мере того, как мы будем делать dA меньше и ниже. Иными словами, пока dA стремится к нулю. А когда мы говорим, что какая-то переменная стремится к чему-то, мы используем так называемый предел. Вот это выражение и есть полное алгебраическое определение производных. В этот момент школьный ученик предложил бы выучить формулы производных как таблицу умножения. Но просто звучит мало. Намного полезнее понять, откуда берутся эти формулы. Тогда вы сможете свободно применять их на практике. Я приложил материалы, которые помогут разобраться в этом. Дальше дело за вами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...